В Тобольске Джон Дикопольский, когда он находился в сон. И с этим Евангелем он последующий период оставался. Известно, что он говорил о том, что в шейфахе с этой книгой он оставался, остановился другим писателем, другим человеком на его последующие периоды стражей. Других литературных людей в качестве достаточно интересовался, что бы произошло в этой встрече. И мы рассказали, что существует некая загадка в этих самых форметах многочисленных, которые сделали Диктор Дмитрий Михайлович, что ему было запрещено писать. И практически он делал либо твердые предметы, либо загибал листы на тех местах, которые он предполагал в своем последующем тверчестве, когда он разрешил писать, он это обязательно будет использоваться. То есть он такой диалог человека с книгой, в котором Федор Михайлович Бостоевский глубоко погружался в суть Евангелия, с другой стороны, в судно-литературный процесс. Но литературу было непонятно, где эти, как выяснить, как определиться, в каком случае, что это за пометы. Поэтому мы провели не очень такой сложный, просто электронный текстологический анараж. Мы выяснили многочисленные загибы, которые он делал, как делал этот анодо-школьник, который читает книжку. Дальше он делал подметки над книгой, твердым предметом. И мы выяснили, что таких его средов его работа с Евангелем более 1600 таких вот пунктов на каждом известе из Божелангии. Когда мы этот анализ завершили, то этот литературоведом открылась интересная страница. Где же мы в каких произведениях, и как отразились вот эти вот самые пометы, которые были сделаны писателями. Так возникнут проекты, мы издали на третонное издание Иванова Федора Михайловича Достоевского, который получил очень положительную оценку и у ученых, и у библиофилов. Три тома – это фоксимильное воспроизведение. Второй том – это, по сути, те самые следы, которые уже с помощью оптико-электронной экспертизы можно было отображать на бумаге. И третий том – это, собственно, комментарии с изложением тех мест, и анализом тех мест, на которых евангельские тексты, рессмысленные и уведенные по-другому сюжеты из жизни, как бы, самого города Михайловича, так сказать, на свет отражения каких-то произведений. Это вот один такой аспект нашего сотрудничества. Другой мы сейчас издаем и подготовили то же самое из-за современной технологии и в ближайшее время видит свет фоксимильное воспроизведение чернового автографа Антона Николаевича Чехова «Апостол Сахалин». То есть произведение, которое написано было по итогу его путешествия по Сибири и Сахалину. И, собственно, долгое время считалось, что вот эти самые все вопросы, связанные с этим путешествием, они хорошо расследуют. Но мы выяснили, что у них чернового автографа, в которой очень много текстов, которые можно по-другому прочесть, если применить вот эту методику оптико-электронную стратегию. Вот так возникло наше сотрудничество с фондом интернет-напрога «Ураждения Кобойска», которое получило, собственно, для признания не только России, но и за рубежом. Таких проектов можно называть еще несколько, но вектор его как бы понятен. И вот те благотворительные инициативы, которые фонд проявляет в отношении исследования и публикации речайших документов из фонда в библиотек, они как раз собирают о том, что вот эти самые отвечают на это за то, что благотворительность действительно не имеет границ, не препятствия, не с точки зрения, скажем, ограниченности каких-то научных методов, не с точки зрения интереса узкопрофессионального. Это интерес вызывает не только в России, но и заинтересно. Прекрасно. Если вы получили, то вам участвуют. Спасибо. 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 Спасибо.